Первая из известных нам цивилизаций В нашей культуре заложила шумерская цивилизация. Они утверждали, что все это стало возможным благодаря существам с небес. На землю сошли боги и принесли им дары, они дали им знания. Правда ли в табличках шумеров скрыты тайны нашего инопланетного прошлого? Первая цивилизация зародилась прямо там, благодаря непосредственному вмешательству пришельцев с другой планеты. Тайны шумеров В сердце Среднего Востока есть регион, известный как Плодородный полумесяц. Считается, что именно здесь зародилось сельское хозяйство, когда люди начали расчищать землю и выращивать пассивы. И здесь же находилась Месопотамия, где тысячи лет назад появились первые из известных цивилизаций мира. В древней Месопотамии были сады, был водопровод. Сейчас все по-другому, теперь там пустыня. Смотришь и думаешь, как так? Климат был другим, и растительность тоже. Месопотамия, часто именуемая колыбелью цивилизации, была сердцем Аккадской империи с 2334 года до нашей эры, а Сирийской с 2025 года и Вавилонской с 1894 года до нашей эры. Археологи полагали, что это первые местные народы. Но в 19 веке здесь нашли древние глиняные таблички, резко изменившие наши представления о развитии человеческой цивилизации. В 19 веке началось грандиозное изучение Месопотамии. Были найдены таблички с клинописью, притом тексты на них были составлены на разных языках – аккадском, ассирийском и вавилонском наречии. В середине 19 века Эдуард Хинкс, ирландский ученый из Тринити колледжа в Дублине, начал замечать, что некоторые надписи гораздо древнее. Это было важное открытие. Там существовала куда более ранняя цивилизация. В 1869 году, почти через 20 лет после того, как Эдуард Хинкс открыл клинопись, археологи назвали древнюю культуру шумерской. Название взято из аккадских источников, говоривших о земле Шумер. Ученые сочли, что там и появился загадочный язык. В 1877 году в древнем храме Гирсу в Ираке нашли 9 гигантских каменных статуй, изображающих царя Гудея, правившего 4100 лет назад. На каждой были вырезаны клинописные знаки, надписи на шумерском языке. Так ученые впервые нашли изображение Шумера. Обнаружение статуй Гудея в Гирсу стало доказательством того, что клинопись принадлежала давно затерянной цивилизации. Уже были случаи, когда ученые приписывали их постройки и артефакты другим цивилизациям, но теперь, наконец, мир узнал и о самих шумерах. Но лишь в 20-х годах 20-го века, найдя тысячи артефактов и глиняных табличек, ученые поняли, насколько древней была эта цивилизация. В 1928 году в журнале Scientific American появилась статья под заголовком «Кем были древние шумеры?» Никто не знает. Спустя почти век исследований археологи установили один непреложный факт. Шумеры были первой известной нам цивилизацией, основанной примерно в пятитысячном году до нашей эры. Они древнее всех прочих как минимум на две с половиной тысячи лет. Шумеры полностью исчезли. Вымерли как динозавры. Единственная причина, по которой мы сегодня знаем о них, это достижение археологии. При раскопках на Среднем Востоке нашли следы шумеров, их древние постройки и письмена. Когда археологи узнали о шумерской цивилизации, начались обширные раскопки в Ираке. Стало ясно, что им принадлежали многие изобретения, изменившие мир, вроде колеса, первый каменный гончарный круг с осью из города Ур, датируются 3129 годом до нашей эры. Позже появился и колесный транспорт. Многое из того, что мы принимаем как данность, изобрели шумеры. Вот почему их цивилизация так важна. Они создали письменность, придумали математику. Эти шумеры изобрели плуг. Они первыми начали работать с медью, поняли, как плавить металлы. Шумеры также создали одни из первых известных нам пирамид. Что касается шумерских зикуратов и древних храмов, они построены в основном из глинобитного кирпича. Со временем его размыло, либо он раскрошился. Но некоторые элементы храмов, гигантские статуи сохранились, и они были сделаны из камней, часть из них в удивительно хорошем состоянии. Официальная наука полагает, что первые зикураты были построены в 4000 году до нашей эры, опережая пирамиды Египта на 1300 лет. Но самое интересное, у шумеров существовала развитая система счисления. Одна из первых цивилизаций, широко применявших математику, древние шумеры. Что интересно, их счетная система была шестидесятиричной, основанной на шестидесяти, в противовес принятой сейчас десятиричной. Она куда более гибкая, чем десятиричная. Это привело к самым разным удивительным открытиям в математике, астрономии и других сферах. К примеру, они могли составить точные планы строительства и даже сосчитать, сколько понадобится кирпичей. У шумеров был очень современный подход к практическим аспектам архитектуры и расчетов. Хотя за последние сто лет мы многое узнали о шумерах и их достижениях, происхождение этого народа остается загадкой. Что примечательно, никто не знает, откуда они взялись. Кем они были? У древних шумеров были развитые технологии и наука, и это за тысячелетия до возникновения великих цивилизаций древнего Египта. Откуда у них все эти сведения? Как шумеры обрели столь глубокие познания? Как эта загадочная культура так быстро из охотников-собирателей превратилась в первую цивилизацию мира? По мнению сторонников теории палеоконтакта, ответ таится в недавно переведенных шумерских текстах о существах из иного мира, пришедших с неба. Когда в 19 веке археологи начали находить наследие древнего шумера, о затерянной цивилизации ничего не было известно. Артефакты мало говорили о культуре шумеров, а многие здания из глинобитного кирпича были почти полностью разрушены. Но, к счастью, время оказалось более милосердным к тысячам глиняных табличек с шумерскими текстами. У шумеров был полностью развитый фонетический язык. Они писали на глиняных табличках клинописью, в буквальном смысле – маленькими клинышками. Они брали стилусы из тростника и сырую глину и вдавливали их в нее, получая знаки, из которых складывался текст. Одно из главных достижений шумеров – они писали стилусами по сырой глине, а затем обжигали ее, превращая в кирпич. За века она стала крепче камня, в отличие от папируса. Мы часто обнаруживаем новые свитки, которые не можем открыть, они слишком хрупкие. Но с табличками – все иначе. Первые таблички обнаружили, когда археологи ничего не знали о шумерской цивилизации. Но в 1850 году у лингвистов появилось полезное подспорье. Британский археолог Остин Генри Леард возглавил раскопки древнего Ассирийского дворца и обнаружил библиотеку из 30 тысяч клинописных табличек. На некоторых из них были не только странные письмена, которые позже назовут шумерскими, но и вавилонская клинопись, которую лингвисты как раз недавно расшифровали. Наконец, ученые получили ключ к неизвестному языку. Но пройдет еще не одно десятилетие, прежде чем эти тексты удастся прочесть. Лишь в начале 20 века мы смогли перевести эти таблички. И так много тысячелетий мы ничего не знали об этих людях. И вдруг в 20 веке нам открывается их мир. Шумеры составляли разные документы, личные, государственные, на любой срок. И мы можем прочесть таблички, словно их написали вчера. Исследователи нашли подробные журналы учета, правительственную переписку и даже медицинские тексты. Но сторонников теории палеоконтакта интересуют семь табличек, составляющих Энума Элиш, где говорится о могущественных существах с неба. Энума Элиш состоит из двух разных книг, и в обеих сказано, что давным-давно боги сотворили людей, чтобы распространять мудрость здесь, на планете Земля. Энума Элиш – один из важнейших мифов о сотворении мира. Там сказано, что боги, именуемые Анунаки, что буквально означает «с неба на землю», пришли, чтобы сотворить человека по своему образу и подобию. Анунаки – боги, основавшие их цивилизацию. Они знали ремесла и науки, и принесли все необходимые знания в эту часть света. Итак, шумеры не считали, что сами обрели эти знания. Все изобретения принадлежали вовсе не им. Их научили этому боги. Анунаки взрастили великую шумерскую цивилизацию. Но кто они такие? Может, это были инопланетяне? Так говорят сами шумеры. Возможно ли, что Анунаки вовсе не боги, но гости из иного мира? Сторонники теории палеоконтакта в этом уверены. И считают, что доказательство можно найти в переводе таблички, проливающей новый свет на историю из Библии. Лондон, Англия, 2014 год. Доктор Ирвинг Финкель, один из ведущих экспертов по клинописи и куратор Британского музея, опубликовал перевод шумерской таблички, которой уже 3700 лет. В тексте есть фрагмент, почти идентичный библейской истории о Великом потопе. Любой, кто читал книгу «Бытия» и знает о потопе, помнит, что был ковчег и Ной собрал по паре всех животных, поражается, впервые читая шумерский текст. Потому что, как ни странно, там говорится то же самое. Когда ко мне впервые попала эта табличка, у меня замерло сердце, ведь она, как минимум, на тысячу лет старше истории из Библии. Конечно, это означает, что шумерская и библейская версия неразрывно связаны, в этом нет никаких сомнений. Табличка, расшифрованная Финкелем, часть шумерского эпоса о Гильгамеше. Прототипом главного героя считается царь, правивший в третьем тысячелетии до нашей эры. Самая древняя история на Западе – это эпоса о Гильгамеше. Ему уже, как минимум, четыре тысячи лет. Там говорится в том числе о непрестанных поисках бессмертия, о том, что человек был его лишён. Помимо описаний великого потопа, в эпосе о Гильгамеше также рассказывается об аннунаках и их отношениях с человечеством. Энлиль, царь богов, начинает враждовать со своим братом Эа, или Энки, создателем первых людей. Энки благоволит людям, выступает за их развитие, но Энлиль кажется их противником, он враждебен к ним. В шумерском эпосе идёт нескончаемая борьба между противоположными силами, двумя братьями. Боги по-разному относились к расе людей, которые быстро размножались. Царь Энлиль насылает великий потоп, чтобы уничтожить человечество, выходящее из-под контроля. Но Эа пытается спасти цивилизацию, которую помог сотворить. Мы узнаём, что бог Энки выбирает одного человека и велит ему построить большой ковчег и укрыться в нём. Как пишут сами шумеры, до потопа была другая цивилизация, тоже обладавшая всеми их знаниями. У них была письменность, колесо, математика, все знания по возделыванию Земли. Но вода уничтожила этих древних людей. Остались только шумеры. Сказано, что после потопа боги даровали особые знания, мудрость, свои учения некоторым шумерам, чтобы вновь основать цивилизацию. И якобы так и появилась шумерская культура. Правда ли? Почти идентичная история о Великом потопе в Иудейской Библии и шумерском эпосе, написанном за тысячу лет до неё, доказывает, что это реальные события, притом вызванные гостями из иного мира. И если да, то кем именно? Возможно, мы найдём подсказку, изучив альтернативный перевод шумерских табличек, открывающий противоречивые подробности о самих ануннаках. Нью-Йорк, 1976 год. Выходит противоречивая книга «Двенадцатая планета», в которой приводится новый перевод древних шумерских табличек. Автор – 56-летний Захария Ситчин, исследователь шумера, больше десяти лет изучавший клинопись. Судя по его переводу, истоки шумерской цивилизации и их богов ануннаков далеко не так просты, как полагает официальная наука. Захария Ситчин был в уникальном положении. Он воспитан на Библии, знал древние языки и даже переводил клинопись. Он сумел расшифровать историю и поведать нам, что скрывается за текстами в этих табличках. Мой друг Захария Ситчин был блестящим человеком и считал, что ануннаки были учителями из дальнего космоса. Это пришельцы, инопланетяне. Они были здесь и создали человека по своему образу и подобию. В интерпретации Ситчина получается, что после потопа ануннаки вернулись на Землю, но они отдалились от человечества. Боги понемногу исчезают, оставляя после себя учителей, наставляющих людей в разных искусствах и науках, дающих базовые знания о цивилизации и о том, как надлежит жить. По мнению Ситчина, так и появились шумеры. Вот как они обрели свои знания. Вот почему у них было столько открытий и изобретений. Это заслуга ануннаков. Сами шумеры писали, что ануннаки – те, кто явился с небес. Большинство ученых считает их вымышленными персонажами. Но Ситчин утверждал, что эти тексты – исторический источник, повествующий о пришельцах. Шумеры встречали их и даже знали, с какой планеты родом их боги. Захария Ситчин пишет, что ануннаки – это древние астронавты с планеты, которую он назвал Нибиру. Мы ее не видим. Она вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите и приближается к Земле всего один раз в 3000 лет. Как и предполагал Ситчин, его перевод мифа шумеров о сотворении мира в 70-х годах был встречен критикой со стороны академического сообщества. Утверждали, что планета вроде Нибиру с эллиптической орбитой в Солнечной системе существовать не может. Но через 40 лет, в 2016 году, астрономы Калтеха заявили, что нашли признаки наличия нового небесного тела за Плутоном. Недавнее открытие двух астрономов из Калтеха поражает. В нашей Солнечной системе вполне может существовать планета Икс, совершающая один оборот вокруг нее за несколько тысяч лет по эллиптической орбите. Хотя астрономы пока не доказали существование планеты Икс, есть мнение, что ее теоретическое расположение и орбиту верно указал Ситчин 40 лет назад по текстам древнего Шумера. Другое открытие в 80-х привело к появлению и других теорий. Гипотеза Ситчина основывалась на его уверенности в том, что ануннаки изменили геном человека 250 тысяч лет назад. И недавно мы узнали кое-что любопытное. Ученые, занимавшиеся геномом человека, обнаружили, что произошло слияние двух наших хромосом в одну, очень важную, примерно 250 тысяч лет назад. Благодаря этому вдруг раскрылся весь потенциал человека, в том числе способности к математике, искусству и науке. Итак, геном человека подвергся серьезной перестройке 250 тысяч лет назад. Доказывает ли это, что Ситчин был прав? Могли ли ануннаки сыграть роль в сотворении человека, как гласит текст на древних шумерских табличках? Сторонники теории палеоконтакта в этом уверены, и считают, что это подтверждает и гипотезу о том, что человеческую ДНК редактировали пришельцы. Мы вдруг обнаружили, что на каком-то этапе возник наш новый геном, которого прежде не было ни у кого. Как же так вышло? Группа пришельцев прибыла на Землю. К ним попал один из наших предков, примат или кто-то еще. Они взяли пару клеток, изменили в одной из них код ДНК. Из-за этой искусственной мутации мы откололись от своего родового древа. Об этом и говорится в шумерских табличках. Это лишь вопрос перевода и интерпретации сказанного. Может ли перевод Захарии Ситчина оказаться верным? Были ли анунаки пришельцами, которые помогали развитию шумерской цивилизации и рассказали людям о сотворении человечества? Если так, есть ли весомые доказательства инопланетного вмешательства? Сторонники теории палеоконтакта в этом уверены. И напоминают о памятнике, где находятся самые большие мегалиты. Южный Ирак, 2022 год. Археологи из Британского музея ведут раскопки в древнем городе Гирсу и находят древнюю стену из кирпича-сырца. Вскоре они установят, что эти стены были частью двух храмов, построенных 4500 лет назад в честь шумерского бога Нингирсу. Объявили об открытии дворца царей и храма белой громовой птицы. Это легендарные места, их искали веками. Прежде о них лишь упоминалось в древних источниках. Все рассказы о громовой птице тесно связаны с богом Нингирсу. В каком-то смысле ее можно считать аватаром великого бога. Этот храм был сооружен прежде всего потому, что царю местного города в сновидениях неоднократно являлся бог Нингирсу. История о боге Нингирсу, владыке громовой птицы, связана с царем Гудеа, чьи статуи были найдены на этом самом месте в 1877 году. Подли них были обнаружены самые большие цилиндрические печати с клинописью из всех. Надписи оставил лично царь Гудеа. Он утверждал, что крылатый бог Нингирсу повелел ему поставить эти два храма в его честь. Даже сами археологи говорят, что храм построили после того, как человеку явилось видение, в котором огромная громовая птица снисходит с небес. Я лично считаю, что это связано с пришельцами. Ведь если ты ничего не знаешь о высоких технологиях, и кто-то спускается в аппарате на землю, конечно, ты решишь, что это человек с крыльями. Он ведь явился с небес. Правда ли рассказ царя Гудеа об огромном крылатом божестве – это история о летательном аппарате, в котором прибыл инопланетянин? Сторонники теории палеоконтакта в этом уверены. И считают, что доказательство встречи шумеров с пришельцами, спустившимися с неба, есть в эпосе о Гильгамеше. В эпосе о Гильгамеше главный герой встречает ануннаков на так называемом месте посадки. Именно туда явились боги для встречи с главным героем. В тексте говорится о некоем корабле, который направляется туда с небес. В древнем мире на летающих колесницах передвигались боги. Разве не похоже на космический корабль или ракету? Гильгамеш видел, как боги спускаются и вновь поднимаются с планеты. Он говорит, что слышал громкий треск, видел огонь и дым, когда они отправились обратно на небеса. На мой взгляд, очень похоже на ракету. В своей книге «Двенадцатая планета Захария Ситчин» предполагает, что место посадки, описанное в поэме, это мегалитический комплекс, который можно посетить даже сейчас. По словам Ситчина, речь идет о современном Бальбеке в Ливане, где находится огромная платформа, очень напоминающая посадочную площадку. Сейчас Бальбек знаменит прежде всего римским храмом Юпитера, построенным в первом веке до нашей эры. Но под ним покоится огромная каменная платформа, созданная за тысячи лет до него. Ее сложили в древности из огромных камней, гигантских мегалитов, весом до 800 тонн. Эта платформа поражает воображение. Она состоит из крупнейших камней, когда-либо обработанных человеком. Древние мегалиты составляют четвертый слой. Выходит, их нужно было как-то туда поднять. На мой взгляд, это было сделано с помощью технологии, которую местным жителям передали инопланетяне. По мнению сторонников теории палеоконтакта, история о месте посадки в эпосе Агильгамеша, как и рассказ царя Гудеа о встрече с гигантской птицей, указывают на то, что шумеры видели приземление некоего летательного аппарата. И самой убедительной деталью является описание бога Нингирсу в облике громовой птицы. Слушая историю о том, как громовая птица спустилась с неба, я думаю, стоп, ведь это очень знакомый сюжет. В Северной Америке громовая птица присутствует в мифологии многих коренных народов. В них явились так называемые качино, носители мудрости, даровавшие людям знания. Похожие истории были и в Древней Индии. Представьте, что вы ничего не знаете о технологиях и видите, как над головой пролетает самолет. Во-первых, внешне он похож на птицу. Во-вторых, издает очень громкий шум. Разумеется, вы назовете его громовой птицей. На мой взгляд, это идеальный пример неверно истолкованных технологий. В тысячах переведенных шумерских таблиц есть бесчисленные истории об аннуннаках и их взаимодействии с людьми. Может, это первые рассказы о контакте с инопланетянами? Мы можем узнать ответ, изучив останки, которые, по мнению некоторых, принадлежали самим аннуннакам. Юго-восток Ирака, 1926 год. Британский археолог сэр Чарльз Леонард Вулли начинает масштабные раскопки шумерского города Ур. Постепенно ученые открывают грандиозный некрополь. По мере того, как среди их находок становится все больше богатых погребальных даров, произведений искусства и украшений, становится ясно, что здесь находился важный центр еще со времен Шумера. Вскоре Вулли понял, что они нашли в центре города Ур огромное кладбище, свыше 1800 могил, наполненных невероятными богатствами, в том числе 16 царских захоронений. Эта грандиозная находка поразила весь мир. Вулли писал о раскопках в прессе и свежие выпуски быстро разбирали. История была очень интересной и будоражила воображение. Одна уникальная находка следовала за другой, в том числе золотой контейнер для косметики в форме ракушки, золотой сосуд, похожий на страусиное яйцо, и голова льва из серебра, лазурита и перламутра. Археологи Вулли нашли в ряде могил музыкальные инструменты, золото, украшения. Классическая шумерская цивилизация оказалась очень богатой. Ур был обнаружен за 70 лет до раскопок Вулли. В 1853 году археологи нашли зекурат, на котором было написано название древнего города. Находку посчитали уникальной, ведь, по мнению библеистов, это тот самый город Ур, упомянутый в книге «Исход» как «Родина Авраама». Библия рассказывает нам историю Авраама. Он вырос в некоем городе Ур, и это важно, ведь Авраам считается одним из патриархов иудаизма, христианства и ислама, потому что он всегда утверждал, что есть лишь один истинный Бог. При раскопках в 1926 году Вулли сделал еще более важное открытие, связанное с историей, описанной и в Библии, и в шумерском эпосе о Гильгамеше. Когда археологи Вулли начали копать под могилами на глубине 20 метров, они нашли слой отложений, похожих на иллюстые, толщиной 4 метра. Значит, тогда произошло наводнение. Ученые сделали 14 раскопов и в каждом обнаружили ровно то же самое. Леонард Вулли посчитал это доказательством того, что великий потоп из Библии и шумерских текстов действительно имел место. Но из всех открытий, совершенных в Вури, пожалуй, самая необычная и противоречивая большая каменная гробница с телом шумерской царицы. Леонард Вулли обнаружил грандиозную, удивительную гробницу царицы Пуаби. Это было поразительное открытие. Нашли нетронутый скелет со множеством золотых украшений в великолепном золотом уборе. На теле также имелись цилиндрические печати с ее именем. В гробнице было множество артефактов, принадлежавших царице Пуаби. Вероятно, она занимала важное положение, судя по количеству захороненных с ней драгоценностей. Много лет спустя Захария Ситчин изучил ее череп и установил, что, несмотря на серьезные повреждения, в нем имеется ряд аномалий. Изучая открытие гробницы царицы Пуаби, Захария Ситчин заметил, что у нее вытянутый череп. Он счел, что она была полукровкой, гибрид ануннаков и человека. Ее останки выглядят почти чуждыми. Может быть, она была инопланетянкой? Останки царицы Пуаби находятся в Лондонском музее естествознания. Много лет Захария Ситчин убеждал руководство изучить ее ДНК, но они отказались. Увы, официальная наука посчитала это недостойным внимания. Думаю, мы могли совершить уникальные открытия. У нас ведь есть тело существа потенциально инопланетного происхождения. Могли ли останки царицы Пуаби доказать, что шумерская цивилизация – результат инопланетного вмешательства? Сторонники теории палеоконтакта верят, что есть еще более важный вопрос. Не окажется ли, что эта загадочная цивилизация куда древнее, чем полагали археологи? Большинство историков считает, что древние шумеры появились в Месопотамии приблизительно в 5000 году до н.э. Но в переведенных клинописных текстах сами шумеры утверждают, что эту цивилизацию основали их предки, жившие тысячи лет назад, во времена предшествующие событию, которое в опысе о Гильгамеше и Библии описывается как «Великий потоп». Мы до сих пор не знаем, откуда произошли шумеры. Кое-кто полагает, что они пришли с затонувшей земли. Интересная вероятность, с учетом легенд о потопах. И вдвойне любопытно, что у берегов Израиля есть давно затонувший город Атлит-Ям, основанный примерно в 7000 году до н.э. Сохранилось несколько каменных кругов, дороги, общественные жилые постройки. Итак, если шумеры и впрямь явились с некой затопленной земли, возможно, их следы нужно искать в Средиземноморье. Правда ли подводные руины Атлит-Яма, которым больше 9000 лет, подтверждают, что шумерские легенды о допотопной цивилизации правдивы? Интересно, что есть и более древние каменные сооружения в Гюбекли-Тепе, городе в 640 километрах к северо-западу от древнего шумера. Гюбекли-Тепе открыл в 1994 году профессор Клаус Шмидт из Германского археологического института. Он обнаружил огромные мегалиты, многим из которых придали очертания человека, с руками, вытянутыми по бокам или скрещенными спереди. Радиоуглеродное датирование показало, что этому древнему комплексу больше 12 тысяч лет. Он на 5000 лет старше цивилизации шумеров. Но некоторые исследователи заметили также любопытную связь между двумя этими культурами. Гюбекли-Тепе — огромный комплекс, и там встречается изображение трех сумочек на спине птицы. Что интересно, похожие рельефы имеются в 600 километрах в югу, где жили древние шумеры. Там эти сумки держат в руках крылатые фигуры ануннаки. Вероятно, между Месопотамией и Гюбекли-Тепе есть ранняя неизвестная связь. Возможно, именно отсюда произошли сами шумеры. Возможно ли, что Гюбекли-Тепе когда-то построили древние предки шумеров? Сторонники теории палеоконтакта считают, что ответ можно найти в тысячах табличек с клинописью, которые еще не переведены. По подсчетам экспертов, утеряно около 90% оригинальных текстов. Наверняка где-то нас ждет клад с пока неизвестными табличками, которые вынудят нас переосмыслить свое прошлое. Тот факт, что шумеры первыми пришли к математике, сельскому хозяйству, астрономии, архитектуре, поражает. Ведь именно на этом строится вся наша цивилизация. И они получили свои знания от так называемых богов. На мой взгляд, гости, сошедшие с небес, были не эфемерными существами, но пришельцами с другой планеты. Правда ли открытие шумерской культуры и переводы клинописных текстов показывают, что человечество и земная цивилизация появились в результате инопланетного вмешательства? Может, нас ждут еще более поразительные открытия о собственном прошлом на сотнях табличек, которые еще не расшифрованы или и вовсе до сих пор покоятся глубоко под песками пустыни? Возможно, старейшая из земных цивилизаций откроет нам правду об эволюции человека на этой планете и близких контактах с инопланетянами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok